На оперативном совещании в минувший понедельник начальник областного управления физкультуры и спорта Валерий Корнеев сообщил, что нынешней зимой планируется организовать работу 9,5 сотен спортивных объектов на свежем воздухе. Почти четверть от этого числа – катки. Ответ, что для того, чтобы ледовые площадки были в полной мере готовы, им нужен снег, не убедил главу региона. Дать понять, что ледовая арена может принимать хоккеистов и любителей фигурного катания вне зависимости от того, есть снег или нет, глава региона Александр Богомаз отправился в село Миленск Стародубского района. Здесь прямо за местной школой с утра до вечера открыт благоустроенный бесплатный каток. Маленькая Таня впервые в жизни готовится встать на коньки. Непривычная обувь пока с трудом поддается девочке. А вот и первые шаги на льду. Таня не падает, потому что лед здесь ровный, без бугорков и сколов. Да и размеры корта позволяют проводить здесь любые соревнования, будь то хоккей или фигурное катание. Мы пришли с семьей отдыхать. Вот привел старшую покатать ее первый раз на лед. В выходной день, думаю, прийти под это сама с детьми. Не скучно здесь и юным хоккеистам. Каток около 30 лет назад возводили методом народной стройки. Располагался тот корт немного подаль. Просуществовал он до 1994 года. Принимала ледовая площадка областные первенства. В лихие 90-е каток пришел в негодность и в итоге полностью разрушился. Позже, при участии Александра Богомаза, корт восстановили на том же месте. Спустя некоторое время каток решено было перенести. Таким образом, в прошлом году за свои личные средства установил и оборудовал новый современный каток Михаил Александрович Богомаз. С тех пор ледовая арена буквально ожила. Как итог, постоянные катания здесь как детей, так и взрослых. Естественно, возникали и сложности. Прежде всего с заливкой. Лед крошился, вызывая тем самым небольшие, но травмоопасные ямочки. Принято решение проблему устранить. Это наша радость. Сейчас, видите, какой красавец поставили корт, сделали бетонную основу. И это все сразу решило все наши проблемы по заливке. И уже мы только начали заливать. Мы очень давно залили. В 20-х числах ноября мы уже катались. Только при приближении морозов, когда только ночью заливание начинается, мы ночное время потихонечку насваивали. И все, вот корт, видите, уже довольно-таки лед приличный, разметка сделана. Вот, неравен. И совсем не важно, есть снег или нет, лед на этом катке с наступлением минусовой температуры есть всегда. А это значит, что есть куда выплеснуть свою энергию детям после школы. Мне нравится кататься и гулять в хоккей. Лед нормальный? Да, хороший, сильный лед. Нормальный, очень сильный. Мы вместе с Артемом любим после школы вместе покататься на карту. И нам скоро купят шайбы с клюшками, и мы будем играть в хоккей. А это уже более взрослая команда глава региона наравне с профессиональными парнями вспоминает навыки игры в хоккей. Александр Богомаз убежден, стиль жизни, в основе которой спорт, прививать нужно уже с детства. Для того, чтобы был сегодня лед, и чтобы дети сильно занимались уже на коньках, для этого денег не нужно, для этого просто нужно желание. Желание, и чтобы наши так называемые чиновники не просто, ну как, не отписывали, что сегодня что, а вот сегодня нету снега. А когда будет снег? А потом невозможно почистить корт. И так и зима, и зима прошла. И вроде как человек работает, и зарплату получает, и бюджетное финансирование на этих чиновников, а эффекта сколько ноль. И вот поэтому, я говорю, больше нужно сегодня просить, нужно спрашивать. То, о чем я постоянно говорю, что для того, чтобы мы стали жить лучше, конечно, нужны деньги. Но самое главное, как те деньги, которые есть, как потратить нам, и как тех людей, которые сегодня могут делать работу, мы должны их поддерживать во всех направлениях. Татьяна Глазова, Максим Кузнецов. События. Стародубский район.